Добрый день, господа подписчики, зрители. Смотрю погоду на завтра, потому что собираюсь на рыбалку. Давление также сохраняется высокое, 772 мм. Будет куча снега, а то будет тепло, но ветер. Посмотрим, как это скажется на клеве. Сейчас я поеду к Яновскому, к нашему с вами общему другу Яновскому, заживцом. Завтра с утра мы выдвинемся прямо в 4 утра, если не раньше, уже на трофейную щуку. Так что за наши ловы. Многие зрители спрашивают в комментариях, откуда я, где я рыбачу. Со Среднего по Волжье я родом, здесь же и рыбачу. Вот, собственно, Волга-матушка, еще никакого льда на ней нет. Так, сейчас посмотрим, кстати. О, какой крупный, убежал. Так, что-то они у тебя не такие крупные. Хотя, вот, неплохой. Нужно 30 штук живцов, короче. Мы поставим дофига жерлиц. Некид поставит 15, я поставлю 15. Часть на карася, часть на сорогу. Сорога есть у тебя? Нет. И хера будет, нет? Где-то часа через полтора-два. В общем, господа зрители, есть такое мнение, что на флюрокарбоновые поводки клюет щука лучше. То есть, ну, она его что, не боится или что, не видит его? Она не видит его. И действительно, я уже не первый раз слышу. И сейчас меня Яновский тоже убеждал в этом. И действительно, я хочу попробовать тогда поставить эксперимент. Во-первых, вы напишите свое мнение, свой опыт в первую очередь. То есть, кто пробовал стальные поводки, кто пробовал флюрокарбоновые поводки, на какие поводки лучше клюет щука. И сейчас вот покупатель приходил к Яновскому и говорит, что там люди 100 жерлиц ставили. У них один был холостой выстрел. Он приехал, поставил. И 10 щук они ее выловили. Вот тут есть какие-то поводки по 30 рублей у Яновского. Сейчас я возьму штук 5 у него, поставлю на жерлицы и посмотрим, как они работают. Ну, а теперь давайте скорее смотреть выпуск. Сороги такие живчики, прям все пережили ночь. Яновский нормальную сорогу подогнал. Так, и оп. Все, пошла подруга. Давай. Я использую вот такие двойные крышки. Ключки французские они почему-то называются. Под жабру поводок, чтобы не повредить жабры. Ничего, чтобы, во-первых, он жил на крючке. А во-вторых, чтобы, если даже на него ничего не попадется, чтобы мы его выпустили, и он жил. Так, и вот, собственно, вот так вот у нас оп. У него крючок во рту. Вот образом остается. Вот и Никита. Знакомьтесь. Господа, кто еще с ним не знаком. Сейчас я некитовским буром посверлил, вот таким вот современным. Вообще быстро, легко бурит. Не то, что моим советским. Кстати, обзор моего старого бура оставлю. Ссылку можете посмотреть. Закормим лунки на сорожку. Вот тут у меня всякое. И хлебушек я замочил, и кашку, и прикормку, которую Яновский меня продал, втюхал в прошлый раз. Жерлицы мы выставили. Некит свои, я свои. Лунки под сорожку, под живца закормили. Людей никого еще нет. Какая-то машина проехала, но чтобы кто-то на лед выходил, я не вижу никого. Так что можно сейчас попить чай спокойно, посидеть, подождать рассвета. То есть температура минусовая, идет дождь, и все, куда дождь попадает, все это замерзает. У тебя есть некий чай? Пожалуйста. Чай с шиповником, сейчас отведаем, который мы набирали с Саньком. Ссылка на видео будет. Смотрите, как мы заготавливали шиповник. Со современными бурами-то бурить гораздо проще, потому что я просто все время пользуюсь старым. А даже, между прочим, смотрю Витек с канала «Брожу по тайге», будет современным буром. Так что в пору и мне задуматься о том, чтобы приобрести себе бур. Вот в конце той зимы, некий, мы ездили с Саньком на Васильевские острова. И там в одном заливе ловили. Ну, был уже март. И лед, лед был метровый, но если не знаю, не больше. И вот мы моим буром этим... У меня всегда есть в ведре, где жерлица, отвертка. То есть я подкручиваю еще шурупы там, а то могут ножи слететь с него. И вот мы с Саньком каждую лунку по очереди бурили. То есть сначала один бурит, до уже, до жжения в мышцах. Потом второй бурит, первый отдыхает. Потом второй отдыхает, первый бурит, короче. Было непросто, да? Да, и так мы под мои 15 жерлиц бурили, короче. А на следующую, ну, ночью подморозило. Днем было солнце, мы аж обгорели даже. На канале есть все эти видео, можете смотреть. А ночью подморозило, прям изрядно так. И мы пешней ходили, выдалбливали каждую, короче, жерлицу. Там по 5-7 сантиметров намерзла льда. Дождь, если не ливень. Такая, конечно, тьма стоит. Может быть, некит рыбаки, поэтому никто и не поехал, что такую погоду обещали. Изрядно промок под этим дождем, поэтому решил развести костер. Есть в запасе таблетка сухого спирта. Ну, время почти 10 уже. Вообще, что-то никакого клёва. Не знаю, что за день такой. Варежки промокли насквозь, греют возле костра. Пока есть время, решил чаёчку согреть. Сейчас снега наберу. Растоплю. На костре вскипечу. Вот и вскипел чаёк. Снимаем. Всегда у меня с собой крупно-листовой чай с шиповником. Завариваем. Покрепче. Вот сюда, на деревяшечку, поближе к огню. Пусть настаивается. Оп. Такая вот изредка сорожка у нас сегодня попадается. В некоторых роликах у меня есть такие эпизоды. Оказываю какое-то противодействие браконьерскому воздействию на природу. Где-то отгоняю браконьеров, где-то режу им сети, где-то выпускаю рыбку. И много комментариев. Но на ютубе мало кто комментирует. Поэтому обращаюсь к вам, господа зрители. Обязательно оставляйте комментарии. Давайте обратную связь. У меня ещё тикток есть. Там много комментариев по этому поводу. Что типа не твоя сеть там не трогает. Типа это какой-нибудь дедушка поставил, ему нечего есть. По этому поводу я хочу сказать, что по моим наблюдениям в большинстве случаев сети ставят люди, которые не умеют ловить, допустим, удочку или не охота им это делать, они поехали компанией на природу. А рыбы тоже как бы охота, ну просто для процесса. Вот они и не занимаются ловлей, а занимаются тем, что пьют, мусорят. И заодно они ставят сети, как правило. Свои же сети они тоже бросят. Или в воде оставят там, даже проверять их не пойдут. Или на берегу где-нибудь бросят. Редко когда сожгут. И, например, вот я люблю это озеро. Часто здесь ловлю. Вот я привёз живца. Ещё и захватил карпят. Вот такой вот чудесный зеркальный карп. Правда слегка повреждённый. Надеюсь, он наклимается. Вот, смотрите, тоже прям сазанчик. Вот такой. Вот я их сюда выпущу. Вот тоже морда карповая. Тоже карпик. Иди гуляй. Ну и всегда живцов тоже беру с запасом. Оставшихся живцов... Оставшихся живцов тоже выпускаю. Таким образом зарыбляю водоём. И, конечно, неприятно, когда кто-то сетями всё это выгребает. Поэтому к таким браконьерским способам ловли я отношусь. С осуждением. И в меру своих сил оказываю какое-то противодействие. Просто офигевшие бобры. Вы посмотрите, господа, на что они способны. Причём, я не знаю, они зимой, что ли, грызут. Вот это сточено. Сейчас идём, смотрим. Какой-то, видать, дед тут ловил. Возможно, даже не один. То есть он хорошо закормил. Вон тут прикормка. Долго сидел. И, во-первых, курил. Накидал тут пачки. Сегаи, бычков, кстати, столько вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одинаковых бычков. И ещё тут по кругу. Короче, он всю пачку вот эту здесь скурил. Таблетки какие-то. То есть стало ему кофецил плюс. Это кофеин, что ли, какой-то, не пойму. Короче, сидел ещё таблетки жрал. Просто пачку таблеток сожрал, бросил. Мотыля тоже, видать. Кормил мотылём или ловил на мотыля. Газету бросил. Вот. То есть человек уже в возрасте. Уже, ну, ничего у него в голове не поменяется. А вот мусор оставил. Чё с такими делать? Ничего с ним не сделаешь. Как бы и, ну, не будешь ты никак на него воздействовать. Потому что уже и он, наверное, ему и так уже жизнь доказала. И в голове у него ничего не поменяешь. Остаётся только смотреть на таких людей и в назидание, как бы, тем, кто ещё способен как-то анализировать, чтобы вот не было всё в таком виде. Прошу всех убирать хотя бы за собой. Мусор. После птички налево. На коммунары. Не знаю, я... А ты где закупаешься? Ну, я не знаю, если бы купить. Вот такая она, призрачная рыбацкая удача. Иной раз приезжаешь, у тебя там 10 загаров за 2 часа, там несколько щук вытащил, а то и вообще не успеваешь между жерницами бегать. Сегодня у нас ни одного загара, ни одного выстрела расставлено, я вам по секрету скажу, 30 жерниц. План у меня стандартный. Оставляю жерницу на ночь и с утра приеду вместе с вами. И мы посмотрим, что, может быть, ну, должен быть уже когда-то этот выход щуки. Должна она когда-то начать клевать. И в этом и есть тоже рыбацкая сноровка, рыбацкое какое-то мастерство, чтобы дождаться, выждать, угадать этот момент. Если бы всегда рыба гарантированно клевала и ловилась, то в рыбалке не было бы вот этой прелести. Поэтому пока что остается просто сидеть возле костра, пить горячий чай, созерцать вот эту спящую природу, заснеженные ледяные дали. В общем, жерлицы обледенели так же, как и все остальное. Просто вот они покрылись тут льдом. Примерзли флаги. Веска здесь примерзла, так что ее просто вот... В рыбалке абсолютная тишина. Тем, кто досмотрел до конца за то, что я в такие условия. Ветер, в ледяной дождь. Когда никого нету на озере, приехал сюда и расставил флаги, снял для вас видео, просьба обязательно отметиться пальцем вверх и написать комментарий, чтобы канал продвигался, чтобы видео смотрели другие люди. Скажем так, что если вы согласны с моей позицией относительно людей, которые мусорят на свежем воздухе, на природе, оставляют вот эти пачки сигарет, оставляют вот эти пачки от таблеток своих и относительно браконьерства вот этого, если вы солидарны со мной, обязательно напишите комментарий, что согласны. Если не согласны, то напишите, почему. Вот, может быть, я выделываюсь и сам тоже ставлю сети, а потом снимаю, как их, снимаю видео, как снимаю сети. И тоже, а потом весь этот мусор выкидываю, который собираю на природе. Так что, друзья, нужна ваша поддержка каналу и лично мне, ну, чтобы морально было интересно снимать видео. Потому что бывает, ну, снимаешь, ездишь, вот, а никто не смотрит. А на самом деле снимать, скажу, не так-то просто. То есть одно дело, просто расставить жерлицы. А если это делать на камеру, то я вам скажу, это в два раза сложнее. Потому что надо поставить камеру, снять. Блин, такой ураган тут меня просто сносит. Вот некий-то несет нам обед. Сейчас будем пить чай. И все. А мы пока прощаемся с вами, господа подписчики. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok